Уважаемые друзья, мы рады вас приветствовать на точке пения. Одно из самых знаковых мероприятий, которое у нас запланировано на сегодня, это данные как фактор экономического развития на примере агропромышленного комплекса. Проводим мы это мероприятие в рамках рынка ЕДУНЭТ. Вообще мы хотим сказать, что развитие агропромышленного комплекса – это одна из приоритетных задач, которая стоит перед нашим университетом. Сегодня за дебаты мы пригласили представителей бизнеса, IT-сообщества, власти, чтобы они вместе нашли точки соприкосновения каких-то запуск новых институтов, детей, проектов. Мы посмотрим, что из этого получится. У нас модератор Хошкаров Александр Васильевич, руководитель проектного офиса по искусственному интеллекту, и я думаю, что он задаст то для наших успехов. Пожалуйста. Спасибо, Ангелина Геннадьевна. Меня зовут Александр Хошкаров. Рады приветствовать вас на территории точки пения. День рождения данной точки. И у нас сегодня пройдет обсуждение в формате дебатов, как называют даты дебаты, и наша заявленная тема – данные как факторы экономического развития. В целом, на примере агропромышленного комплекса «Чатр». И данные инициативы проводятся совместно с агентством «Шатерический инициатив», которые уже несколько раз опробировали формат даты дебатов по нашей стране. Самые первые прошли в Москве для Сергея Шнурова. Они обсуждали вопросы бедности, социального неравенства. Она же сегодня снова в центре внимания данные как фактор экономического развития. И разрешите представить сегодняшних наших экспертов. Это Добутовский Алексей Васильевич, зависит от министра государственного управления информационно-кустологии связи Астахарской области. Добутовский Алексей Васильевич, представители агросферы. Пучков Михаил Юрьевич, начальник отдела аграрных технологий АГУ. И мы пригласили наших студентов, которыми тоже сегодня попытаемся подискутировать и зададим несколько интересных вопросов. Хотелось бы начать вот с чего. Так как в центре внимания мы хотим поставить данные, и многие говорят, уже многим даже надоело говорить, что данные – это новая нефть, и мы можем из данных добывать какие-то полезные закономерности, использовать их в алгоритмах искусственного интеллекта, все это используют в системах поддержки принятия решений. И это, с одной стороны. С другой стороны, популярен подход управления на основе данных, чтобы принимать решения не на основе каких-то предположений, интуиции, а вот именно на основе данных. И в теории это, как правило, должно приводить к более успешным результатам. И в нашей стране действует программа цифровой экономики, где, кстати, есть подпрограмма, связанная с цифровым сельским хозяйством, но мы сейчас более общее рассмотрим этот вопрос. И в рамках нашей сегодня дискуссии у нас поставлена гипотеза. Переключите, пожалуйста, презентацию на два слайда вперед. Гипотеза звучит так. Реализация и внедрение проектов на основе технологии обработки данных и искусственного интеллекта приведет к выходу агропромышленного комплекса Астраханской области на качественно новый уровень. И в центре всего мы будем предполагать, что данные это как некий фактор экономического развития. И когда я говорил про подход управления на основе данных, мы знаем, что есть ряд программ, в том числе для госслужащих, о том, что в органах власти внедряется подход управления на основе данных. И мой первый вопрос к Министерству государственного управления и саморазвития связи. Внедряются ли сейчас сервисы на основе данных в регионе? И в целом верите ли вы в сформулированную гипотезу? На самом деле вопрос, я говорю, опять же, повторюсь, наверное, сложноватый в плане именно для меня. Почему? Потому что здесь в первую очередь, наверное, хотелось бы услышать мнение именно отраслевого органа. Но тем не менее мы, как вот, опять же, повторюсь, орган власти, который отвечает и в будущем будет отвечать именно за цифровизацию разных областей, мы готовы оказать все пассивно-непассивное содействие в плане того, что разворачивали каких-то систем, то есть у нас в подвесном учреждении, это центры реакторного правительства, работают достаточно квалифицированные специалисты, которые никогда, как говорится, не оставили никого в незнании в каком-то, соответственно, мы готовы были оказывать какое-то содействие в плане понять задачу, что нужно делать для того, чтобы получить, грубо говоря, тот результат, который перед нами стоит. В рамках того, что вы сказали о цифровой экономике, вот я являюсь руководителем регионального проекта цифровой экономики в Астраханской области, то есть все пять проектов, это цифровые технологии, цифровое государственное управление, это и информационная безопасность и так далее, информационная продуктура. Соответственно, в рамках НИП с аграрием, да, там, в принципе, вопросов по аграрию, конечно же, нет, но, как вы сказали, скорее всего, это есть в нацпроекте, связанном с аграрием, и, соответственно, готовы коллегам, я говорю, опять же, сейчас понять, что нужно, и для этого соприкоснования к пути решения найти, я так понимаю. Соответственно, для меня, опять же, повторюсь на самый первый вопрос, я считаю, что, наверное, вот так гипотез, которая выдвинута вами, и я считаю, что она, на самом деле, имеет почти перспективу развития. Спасибо. А вот за пределы агропромышленного комплекса проекты сейчас реализуются? Смотрите, вот хотелось бы здесь немножко понимать проекты в плане вот того же самого нацпроекта, цифровая экономика, да, конечно? Да, именно его. Да, они, конечно, реализуются, пять проектов, я даю информационную инфраструктуру, как раз Евгений Анатольевич не даст соврать, это наш самый основной подрядчик, который, опять же, не нами выбран, выбран на основе конкурсных процедур на уровне Российской Федерации, соответственно, мы в рамках освоения федеральной субсидии денег, и в рамках достижения показателей проекта информационная инфраструктура мы подключаем образовательные учреждения к широкополосному интернету, и в рамках, значит, в результатах освоения федеральной субсидии у нас это именно записано таким образом, мы подключаем, точнее, разводим структурированную кабельную сеть внутри 93 образовательных учреждений. До конца года они должны быть, соответственно, вся инфраструктура внутри школы должна быть разведена. Этот проект реализуется по информационной безопасности, цифровому государственному управлению, по цифровым технологиям, объясню, приходило письмо Министерству цифрового развития связи Российской Федерации, в котором было сказано, что в настоящий момент все 4-3 региональных проекта претерпевают на федеральном уровне определенные изменения в плане изменения показателей мероприятий и так далее. Соответственно, в настоящий момент мы ждем, вообще сказать, что в сентябре закончится, но уже 19 октября до нас еще не пришли, значит, эти показатели, которые мы можем декомпозировать, соответственно, к себе в региональные проекты, соответственно, территории Астраханской области. Но скажу, что было на сегодняшний момент, вот по информационной безопасности, да, то есть мной предложен вариант создания на территории Астраханской области центра мониторинга информационной безопасности для того, чтобы, соответственно, более подробно понимать противодействие всем киберпреступникам и так далее. Потому что в настоящий момент, да, у нас сеть правительственная, она как бы является безопасной, да, но тем не менее все равно есть проблемы какие-то, которые внутри, там, мы можем долго искать какие-то точки, то есть найти, откуда было какое-то соединение, надо там выделять целых людей для того, чтобы на средствах обнаружения вторжения они могли там, грубо говоря, отыскать внутри, потому что серых адресов очень много, вот, соответственно, для этого и нужен центр мониторинга, который скоррелирует какие-то определенные события и, соответственно, ну, будет подавать уже на автомате. Вот, далее, что по цифровым технологиям. По цифровым технологиям есть определенные трудности в плане, значит, методиках расчета, достижения показателей написаны, значит, такие решения, что мы должны получать сведения из статистических данных, но тем не менее для нас есть определенные контрольные точки в течение года. То есть, а те данные, которые, соответственно, мы можем собирать и должны собирать для того, чтобы достигнуть показателей, мы должны их собирать только на начало года и на конец года. То есть, мы не понимаем, каким образом, на самом деле, эти показатели должны рассчитываться, ну, в течение целого календарного года. Но, опять же, ждем вот те изменения, которые будут в федеральных паспортах, для того, чтобы мы могли декомпозировать вот эти изменения в свои. По цифровому государственному управлению. Значит, в настоящий момент нами прорабатывается вопрос, нам выделена субсидия в районе там, вон, 5 миллионов рублей, для того, чтобы перевести все наши сервисы с системой межвеностной электронной взаимодействии версии 2 на версию 3. Но есть проблема в том, что, опять же, Минкомсвязью вынесены определенные критерии для того, какие показатели попадают, какие сервисы попадают в те или иные, соответственно, требования. И в настоящий момент в Астрахани нужна только один сервис, а на постановлении правительства определено перевод 29 сервисов. Соответственно, нами запрошены письмами пояснения в Минцифры о том, каким образом нам достигнуть показателей. Если нам фактически нужен перевод одного сервиса, а нам показатель стоит 29, а показатель учитывается не в процентах, а именно как в условной единице. То есть, 29 сервис переводим – это единица, 28 переводим, которых, в принципе, нет – ноль. Соответственно, для нас сейчас это, опять же, проблема. Минцифра пока молчит, но я думаю, что от них, соответственно, появится какое-то пояснение этой проблемы. Соответственно, еще какой я назвал региональный проект. В принципе, в целом посыл вот такой, то есть в настоящий момент реализуется в полном объеме по информационной инфраструктуре. Опять же, это единственный, по-моему, региональный проект, который сейчас, так скажем, имеет костяк свой, в котором мы понимаем, что мы делаем и как. То есть в настоящий момент, вот сейчас я подписывал отчет на конец третьего квартала у нас, мы идем, на самом деле, с перевыполнением плана. То есть у нас подключается больше учреждений, чем необходимо, соответственно, по графику. До 1 ноября, боюсь соврать, Евген Анатольевич, испытательными комиссиями должны быть приняты все, соответственно, те учреждения, которые подключаются. Подключаются сельско-акушерские пункты, образовательные организации, участковые пункты полиции, значит, пункты Волгоспаса, ну и так дальше. То есть вот эти все, у нас на год, по-моему, 84 объекта. То есть мы уже перевыполнили, будет подключено, по-моему, 92 объекта, могу сейчас ошибаться. Вот, вкратце. Да, спасибо большое. Плюс такой у нас формат дебатов, можно дальше соглашаться с позицией, не соглашаться, предлагать свои наведения. И вы упомянули Ростелеком, и Ростелеком у нас является одним из активных участников цифровой повестки, не только в области, но и во всей России. Он поддерживает на их. Они с нами очень взаимодействуют, всегда реагируют на нас правильно, поэтому всегда оказывают содействие. Ну и вопрос к Евгению Анатольевичу, в первую очередь в рамках поддержки данной гипотезы, согласны ли вы с ней, не согласны. И там будет вторая часть вопроса, а вообще какие данные, речь у Ростелекома, которые мог бы поделиться, например, с другими показателями? Ну, в целом, с гипотезой, наверное, согласиться можно и нужно, потому что реально для того, чтобы принимать эффективные решения, надо понимать, на основании какой информации это решение принимать. То есть нужно сначала обработать какую-то первичную информацию, какие-то данные, накопить их. И после этого уже принимать правительские решения не, как сейчас, например, если мы говорим о сельском хозяйстве, например, если я знаю, на полях, насколько почта готова, допустим, к посадке. Сейчас фермеры большинство определяют так вот, стародельным способом, пальцами пощупали землю, нормально, ненормально. Понятно, что при учете разных климатических факторов, накопленной статистики, можно более эффективно и осуществлять свои мероприятия, связанные с уходом за растениями и так далее. Но здесь основной посыл, который мне хотелось бы подчеркнуть, это то, что прежде чем начинать вот такую работу с внедрением этих технологий, необходимо сначала провести работу, чтобы объяснить людям, зачем это все нужно. То есть большинство людей, которые занимаются сельским хозяйством, это опять люди, скажем так, старые затолки, массу, что они используют, это какой-то техник, к которым привыкли, и какие-то новые технологии для них по умолчанию, это дополнительный расход, который непонятный. Вот здесь необходимо, мне кажется, такую серьезную работу для того, чтобы объяснить людям, что они это получат. Условно, если вы сделаете вот это, потратив вот столько денег, то завтра вы заработаете там два раза больше, там три раза. И вот эту работу, ее надо вести, с ней надо заниматься. Потому что, в принципе, текущие ситуации следующие. Данные в одной какой-то области, в какой-то одной сфере, они никому не нужны. Для того, чтобы работать нормально с данными, их необходимо обогащать. Их необходимо состыковывать с разными направлениями, с разных сфер. В принципе, в России сейчас формируется рынок данных, из-за больших данных. А мы, как один из участников игроков на этом рынке, также участвовать в проекте, умеем покупать данные на стороне, продавать свои данные для обогащения чужих данных и так далее. У нас там есть несколько проектов. Одна из наших компаний, группы, если вы знаете, мы купили все время телеграфт компанию, она, точнее, окончательно. И у них есть достаточно большой опыт по большим данным. То есть они проводили и туристические потоки исследований в Петербурге, в Москве, там разные транспортные потоки. То есть, условно, куда люди едут, когда они едут, какое время, какие там проблемы на улице. Это все происходит только за счет вот этой обогащенной данной. То есть, статистика созданных операций – это одно. На них накладываются данные банковские структуры, на них накладываются данные проводных телекомедицированных операций. На них накладываются данные статистики по социальному составу. И все вместе такая, из-за того, что-то получается. В принципе, готовы участвовать в этих проектах, готовы подсказывать, помогать, объяснять, как с этим со всеми будете работать. Есть такая необходимость возникает, но и готовы, при необходимости, опять же, наступать под органистами этого проекта, который вам не знать. Ментами, наставками. Ну, да. Ну, и вы правильно сказали, что есть какие-то, возможно, более продвинутые термические хозяйства, которые могут показать, что это работает. И что вот вложенный рубль принесет нам три, буквально говоря. И если на таких примерах. А вот еще же у Рост-Трекома есть свои решения, которые предлагают именно серия ПК. Ну, да, у нас есть достаточно давно и система по управлению общей сельским хозяйством, это региональная такая большая платформа. Там на основании данных космических снимков, на основании данных, которые поступают с разных источников, подсказываются управленческие решения. Ну, для аппарата управления регионом это в чем преимущество? Ну, например, там, фермер говорит, что у него не урожай, просит такой. С помощью обработки данных космических можно вообще понять, я сажал ли он эту культуру и телесройки на эту сайт. У нас данная мета-система в Краснодарском крае, например, очень активно пользуются товаровые компании, которые выдают. То же самое с контролем денежных средств, который выделяется на субсиделлении. Или технику не купили, посадили, не посадили. Что дает государственная система фермерам? То есть, ну, должно же быть какой-то вин-винт, если мы что-то просим, требуем, то мы должны что-то дать занять. А здесь идут обратные информации, то есть данные о составах почв, данные, связанные с погодными условиями в разные периоды времени, с прогнозированием этих погодных условий, с подсказками, в какой период реально стоит посадить, будет же через неделю, лучше будет хуже через неделю. То есть, вот эти данные, они отдаются в ответ фермским хозяйствам, и за счет этого получается вот эта вот синергия, которая выводит регион на какой-то новый виток, на новый качественный уровень. В принципе, такого рода система и на федеральном уровне, в Министерстве сельскохозяйства Российской Федерации, там не дается использоваться. В принципе, наращивается, ну, в любую сторону, да, то есть при необходимости можно и умные датчики установить, которые в онлайн-режиме будут считывать, там, состав почв, влажность этой почвы, давать команду, там, надо поливать, не надо поливать. Тем самым экономит сус. Да, ну, если говорить там не о данных, а вообще о технологиях, да, то есть сейчас очень активно начинают использовать беспилотные летательные аппараты, типа, там, коптеров и тому подобное, для борьбы с вредителями. Причем не только, даже иногда используют их не химическую обработку, то есть биологическую, есть, там, разработки, ну, скажем так, естественных врагов разных вредителей, и вот их в определенный момент времени распыляют, там, полями, высаживают для того, чтобы, там, повышать влажность. Все эти технологии есть, они сейчас очень активно развиваются, опыт использования технологий можно анализировать и, там, перекладывать, применять, потому что это достаточно легко масштабировать на любую территорию. Спасибо большое. Вот еще вы упомянули, что рынок данных только формируется, и реально ли сейчас, например, небольшим компаниям купить данные, которым им необходимого какого-то проекта? Ну, в принципе, да. Любой организации, ну, вы, наверное, знаете, там, данные, например, тех же самых профилей пользователей в интернете, они достаточно давно активно продаются, но не как конкретного человека, а как общестатистические данные. Да, обезличенные данные. Ну, фактически, да, обезличенные данные. То же самое происходит и с банковской сферой. Если вы посмотрите последние презентации Сбербанка, то вот в той экосистеме, которую они подправляют, в экосистеме Сбербанка, у них один из моментов, по-моему, на следующий год и начало этого развития, это продажа, опять же, обезличенных данных о покупателях, о профилях покупателей, небольших, в том числе, и компаний, уже обработанные, а не обработанные серые данные. То есть этот рынок достаточно активный, цены на нем, ну, особенно небольшие, там же продается, понятно, что не продаются люди, как человек, они делятся, продается массив какой-то информации. И дальше, что с этим массивом делать, как его там использовать, как использовать от различных данных для каких своих целей, это же принимает тот, кому не нужно. Здесь есть и возможности, ну, как я говорю, рынок формируется, он такой живой сейчас, есть возможности обмена данными. То есть кому-то нужно одно, другому другое, там, реализация разных проектов. Есть вариант, когда несколько компаний объединяются на реализации какого-то крупного проекта, но сотовый оператор, особенно в этих вещах, сейчас активно начинает работать, потому что ни один сотовый оператор целиком не видит аудиторию, которая находится на территории. Поэтому эта синергия, она реально работает. Любая компания, которой нужны данные, может понять, первое, ей надо понять, откуда эти данные взять, у кого не могут быть после этого, можно их приобретать. Есть, насколько я знаю, на российском рынке, в том числе, уже агрегаторы, да. То есть те, которые готовы с разных источников, эти данные уже купили или знают, как купить, и перепродать там дальше. Ну, напрямую, понятно, дешевле, но не все могут продать, если объем небольшой. Да, по-моему, чтобы еще эти данные были достоверные, полные, писали поставленные задачи. Здесь основная проблема на самом деле не только в полноте и достоверности данных, сколько в правильных интерпретациях. То есть самая большая сложность при работе с большими данными это математика, которая позволяет на основании этих данных делать правильные выводы. Ну, такая шутка была в свое время научная. В одном из журналов на Западе размещали статью, когда связали глобальное потерпление с количеством пиратов в Карибском море. Пиратов уменьшается, температура повышается. Вроде связь есть. Чтобы на такие вещи не нарываться, необходимо, собственно говоря, понимать, как должны работать алгоритмы для того, чтобы из какого-то массива больших данных сделать правильные выводы, а не сделать какие-то ложные конкурсы. Да, действительно нужно. Спасибо большое. И мы говорим, что данные, в первую очередь, средства, а уже важна, очень важна, правильно поставленная задача. У меня вопрос к Игоре Олегуфе. Вот IT-компании при разработке решений часто общаются с заказчиками, уточняют какие-то вопросы, часто запрашивают данные именно. И насколько сложно работать с заказчиками именно с позицией данных? Бывали такие случаи, что вот, либо их не было, нужно было собирать, либо они были в ужасном виде, их нужно было обогащать. Ну да. Здесь вопрос следующий, что на самом деле самая большая сложность работы с заказчиком, это понять вообще, что заказчик хочет в конечном итоге. То есть даже в этой гипотезе есть такой момент, что к выходу агропромышленного комплекса в Астраханской области на качественного уровня. А что на самом деле заказчик хочет? Он хочет увеличить урожайность, он хочет снизить количество ГСМ, которое он потребляет. В зависимости от цели, которую он будет перед собой ставить, будет как бы и меняться внутри себя инструмент, к которому мы будем к этой задаче идти. А по поводу данных, на самом деле это большая проблема даже в более-менее крупных компаниях сбора хороших, качественных данных. Потому что если у компании есть филиальная структура, и если эта филиальная структура более-менее независима, то будут всегда люди, в филиалах которых будут писать хорошие данные, чтобы им дали премию, и дали, чтобы выполнить KPI и так далее. То есть были примеры, что в одной из энергетических компаний, что люди просто проверили информацию об оборудовании, о трансформаторах, чтобы у них был хороший показатель технического состояния. Он получил премию, на следующий год ушел, а через год трансформатор взорвался. Почему? Все же хорошо было, но видим нехорошо. Из-за этого как раз сбор данных это самый сложный процесс, потому что он занимает как очень большое количество времени, так и его выверка, зачастую мы не можем сказать. Из-за этого все дальнейшие работы, весь анализ, все гипотезы выстраиваются, могут выстроиться неверно. В том числе, в случае агропромышленного комплекса, все наши гипотезы будут похожи на суеверие и на какие-то приметы. Если 23 ноября пошел дождь, значит февраль будет сухим. Ну почему? И почему не анализ данных? Ну сотни лет люди наблюдали, по каким-то принципам построились. В принципе, вот с точки зрения человека, который может заняться именно анализом данных, как юридическое лицо, да, и вот в этом есть остальные проблемы. Спасибо. А вы правильно сказали, что вот если мы взяли данные недостоверные, условно говоря, может быть неполные, которые привели к неверным рекомендациям, скажем так, кто вообще должен ответственность нести за это? Вот, например, внедрили в сельское хозяйство проект, который должен был оптимизировать расход воды. Посчитали, какой-то сбой был, где-то кран-пакет, почему-то почти, и не дал неверную рекомендацию. Затем не поверил. Хотя система поддержки принятия решения может доверять этому решению, может не доверять. Вот ответственность. С юридической точки зрения сказать, ну, будет, как бы, кто последний акт подписал, тот нам надо. Условно, на приемочных испытаниях же вы не выявили, замечательно, но это, как бы, не очень хороший пример, но принципиально, опять же, здесь идется вглубь, то есть начинается вестись расследование того, почему же это произошло, и, опять же, на примерах, если, как бы, юридическое лицо, которое занимается, да, построением гипотезы, анализом, оно сможет сказать, что, извините, вы предоставили нам некачественные данные, да, но мы можем предположить теперь выстроить гипотезу, чтобы такие же неправильные данные как-то из выборки украть, то тогда, может быть, даже это и лучше, чтобы нашли в самом начале ошибку, а если мы не можем доказать, что это ошибка данных, то все остается на совести внедряться, да, то есть в данной процессе уже, если мы подразумеваем процесс мониторинга, после того, как мы делали решение, мы можем переручать модель, допучать, если мы нашли новый источник данных, мы добавляем грибос, строим что-то новое и так далее, на этом этапе тоже могло бы произойти некая минимизация рисков. Спасибо большое. Я геннадий, еще вопрос. Вот, Агрополис Теха, насколько вы и ваши ребята вовлечены в процессы проектов именно в области сельского хозяйства, приходилось ли вам общаться с представителями агросектора по этому управлению и были проблемы в сборе данных, наличии данных. Я хотел бы, наверное, для присутствующих еще немножко рассказать о нас. То есть, мы являемся центром молодежного национального творчества и в этом качестве он может быть полезен не только детям, с которым у нас основная работа происходит, но и, кстати, студентам астраканских студентов всех вузов, в том числе альмаматом, так сказать, астраканского государственного университета. Мы работаем в основном, конечно, с детьми, наш главный партнер в региональной школе Технопарк, поэтому в основном школьники. Ребята занимаются у нас проектом самого разного, так сказать, рода, то есть, у нас есть исследования в области, собственно, биологии растений, начиная от выяснения условий выращивания тех или иных сверхъясных культур до технологий микроклонального размножения и даже до геномики, собственно говоря, то есть исследования, это как раз, они производятся в основном в чистых данных, то есть это инсилика метод, так называемый, когда моделирование происходит на компьютере, когда нужная, так скажем, последовательность туклеотидов формируется сначала на компьютере, тестироваться на компьютере, а потом уже может инвитро и даже инвиво потом тестироваться. И, с другой стороны, наши ребята делают и проекты в области автоматизации, скажем так, ну, всем известные умные теплицы, которых сейчас, наверное, только ленивые не сделают, то есть это, но на самом деле сделали многие, а вот так, чтобы сделали и работало, это очень редкий случай, да, когда это не просто макет на столе, вот, ну, пока я тоже не могу похвастаться какими-то именно проектами, которые внедрены в сельское хозяйство, вот, но это связано с особенностью еще и работы с детьми, которые пока еще, ну, дети все-таки не совсем готовы к тому, чтобы производить продукцию настоящую промышленную, вот, и так далее, но проектов очень много, и с представителями сельского хозяйства, да, тоже приходилось общаться, но понятно, что пока разрыв еще очень большой, вот, наверное, хотя в Астраханской области есть примеры инновационных, действительно, сельскохозяйственных предприятий, но в основном, конечно, разрыв между традиционным способом ведения сельского хозяйства и вот то, о чем говорит наша гипотеза, пока, надеюсь, я, конечно, это мое личное мнение, но этот разрыв пока еще достаточно велик, и он еще далек от сокращения, но я хочу сказать, что наши, вот мы свою миссию видим как подготовку будущих кадров, которые будут внедрять, вот это все, то есть, которые будут внедрять технологии обработки данных, не только технологии обработки данных, в области сельского хозяйства. Что я хочу сказать по поводу самой гипотезы, я вот слушал внимательно очень наших уважаемых коллег, да, и я понял, что каждый из них сказал, в общем-то, о своем, о нормативно-правовом регулировании, да, и обработке данных в чистом виде, об алгоритмике и так далее. Я считаю, что эта гипотеза, она верна, но, знаете, как необходимое условие, то есть, есть поняты необходимых и достаточных условий, да, это условие необходимое, но достаточным оно, наверное, не является, потому что нужно еще, чтобы были не только технологии обработки данных, но, во-первых, нужно еще, чтобы средства, собственно, реализации управления должно быть, да, то есть, нужны сельскохозяйственные машины, оборудование, да, нужны, собственно, математические модели и теории управления, которые пока здесь, они, наверное, там есть внутри этих технологий искусственного интеллекта, очевидно, есть, да, но они пока там не явно присутствуют. Вот, ну и, соответственно, нужны деньги, я считаю так, да, что даже если вы внедрите технологии обработки данных искусственного интеллекта, но вы не внедрите умные сельскохозяйственные машины, умные сельскохозяйственные технологии, непосредственно взаимодействующие с почвой, с растениями и так далее, то это работать не будет, естественно. То есть это отличное, необходимое, но вряд ли достаточное условие. Поэтому я бы предложил гипотезу эту расширить на основании всего того, что мои коллеги сказали, как бы была роль, наверное, даже резюмируют, да, то, что сказали наши уважаемые коллеги. Вот, я считаю, ну, как, так скажем, специалист своей основой по теории управления, могу сказать, что, безусловно, все, наверное, понимают, что управлять без данных невозможно, да, чем точнее данные, тем точнее будет управление. Вот, поэтому, конечно, в первую очередь, сбор объективных данных о состоянии этих срекресных процессов, это первое условие, первое необходимое, необходимейшее условие для того, чтобы можно было управлять. Но и средства управления, они тоже нужны. Ну, собрали мы данные, что? А потом мы просто говорим фермеру, там, Василию Николаевичу, вот мы тебе данные подготовили, управляем. А он, может быть, и хочет даже управлять, но он, может быть, нечем ему управлять на основе этих данных, поэтому нужно именно, нужно комплексное решение, нужны очень большие, на самом деле, финансовые вложения, как я понимаю. Вообще, на самом деле, очень интересная тема сегодняшней дебаты, потому что именно, скажем так, цифровизация именно сельского хозяйства, это, наверное, одна из самых сложных тем. Вот цифровизация перевозок, там, например, мы все видим, как цифровизовать, например, такси, да, моментально, уже практически все цифровизовано. А вот цифровизовать сельское хозяйство, как мне кажется, сложнее, поэтому тем интереснее сегодняшние дебаты в целом. И насчет объективизации данных, хотел сказать, вот о чем Игорь Икс только что говорил, да, о том, что непонятно, какие данные, как определять достоверность данных, как считать, что данные достоверны. В этом плане, конечно, особенно в наших условиях, нужно стараться данные как можно больше собирать с помощью машин, но не людей, так сказать, с помощью датчиков, но не с помощью заполнения каких-то галочек. Потому что нужно максимально исключить человеческий фактор из процесса сбора данных. Это первое. И второе, чтобы я предложил, потому что мы на самом деле как Центр Младерной Моцины все время занимаемся именно творческими вопросами и генерацией всевозможных идей, да. Ну, есть же технологии, которые позволяют, например, находить расхождение, так сказать, несовместимость данных, несовместимые данные. То есть можно понимать, что если данные собрались собранные из разных источников разными способами, но они противоречат друг другу, вот на основе таких противоречий можно определять степень достоверности и недостоверности собранных данных. Это было бы, кстати, очень интересная научная работа в этом плане, алгоритмы определения достоверности. Ну и за счет возможности сбора данных из разных источников, из разными видами датчиков, вообще из разных сфер, и объединение этих данных, то есть так называемые комплексированные данные в пользу, можно добиться повышения достоверности даже изначально не очень достоверных данных. Мы стараемся вот как раз с детьми заниматься вопросами, скажем так, научного осмысления, научного подхода к подобным проблемам, потому что здесь в основе на самом деле лежит наука, да, если, да, поставьте искусственный интеллект, но если у искусственного интеллекта не будет математической и вообще научной модели управления, ничего не получится. Спасибо большое. Вот еще, когда много задач, например, машинного обучения, которые дают, таких на учебном этапе, там часто уже данные готовы, просто бери и делай, и не всегда понимают, откуда эти данные взялись, а вот как вы думаете, ребятам важно ли привлекаться именно в эту часть тоже, когда давайте сначала соберем данные, разметим их, возможно, пусть даже там фигурирует человеческий фактор, ну там с перекрасной проверкой, допустим, и в дальнейшем уже использование их модели. Я считаю, безусловно, обязательно. Во-первых, если брать детей и молодежь, то им вообще, когда им дают какую-то абстрактную задачу, им вообще не интересно на самом деле. Когда им говорят, вот тебе набор данных, вот тебе там нейронная сеть, вот давай настрой коэффициенты, вот давай что-то посчитай, но он посчитал, а вопрос, а зачем? Это одна из проблем вообще школы, обучения современного, что дети не понимают, зачем. Им дают там закон Ньютона, они не понимают, зачем. Им просто учитель говорит, вот по учебнику реши задачу, а он не понимает. Я вот лично столкнулся, то есть я вижу, что человек, ребенок не понимает, зачем. Поэтому мы в своей задаче видим обязательно объяснение, зачем. Постановка таким образом задач, чтобы дети сразу понимали, для чего это надо. С самого начала. То есть давай подбери там, например, параметры выращивания там салата, например. Вот эти данные, вот они собраны, они собраны именно по салату, не просто отвлеченным. Отвлеченные данные на абстрактном уровне анализ могут производить, я думаю, люди взрослые, люди, которые знакомы с наукой, так сказать, о данных, которые видят красоту в этих отвлеченных данных. Дети не могут понять отвлеченные данные, я так думаю. Им нужно, конечно, объяснять, что это за задача. А вот в этом контексте, что детей мотивирует участвовать в проектах? Интерес в основном. Им возможности внедрения в дальнейшем. Вы знаете, я бы хотел сказать, что дети прямо вот сходу хотят внедрять, но это, к сожалению, не так. Ну вот не так. Детей движет интерес. Поэтому наша главная задача, ну же как педагогов, наверное, наша главная задача, им какую-то интересную задачу показать, возбудить в них интерес и к науке в том числе, и к программированию, я не знаю, к решению именно задач и искусственного интеллекта, чем мы как раз сейчас намереваемся вплотную заняться. Это интерес. Дети же приходят к нам абсолютно добровольно, их ничем не заманишь, так скажем, кроме как интересом, я думаю. Спасибо большое. Ну и раз мы перешли к молодежной теме, что часто источником вовлечения молодежи, школьников, студентов в проекты, к сбору в том числе данных, часто является некое наличие экспериментальных площадок, в частности в университетах. И у нас следующий вопрос к Михаилу Юрьевичу Кучкову. В университетах, в частности в нашем университете, есть поля, которые могут стать хорошей базой для сбора данных, для тестирования различных технологических решений в боте, причем объединением могут быть кросс-функциональных команд, экономисты, агрономы, айтишники, физики и так далее. Как Вы считаете, насколько такая идея реалистична, такой подход, как использование университетов и университетской инфраструктуры для сбора данных и апробации решений? Я думаю, что данные проблемы не просто реалистичны в исполнении, но уже исполняется на базе Астраханского госуниверситета. Так, для информации 80 гектар, небольшой участчик. Не могу сказать, что он весь освоен. Наверное, на сегодняшний момент пока такой задачи нет в плане выращивания капусты или помидоров, томатов или еще какой-то сельхозпродукции, но эти 80 гектар, они используются по определенным назначениям. Ну, модератор, да, правильно же, да, Александр? Мы с ним два года назад взялись за данную работу. Значит, беспилотник облетел по границам. Мы посмотрели, что вообще на полях есть, в каком они состоят. Это первый момент, да, что растет, что не растет. Я имею в виду не из-за культурных растений, а из-за дикорастущих. Насколько заросшие, чем они заросшие, какими культурами. Казалось бы, ну, для чего? Это маленький пример, вот он, 80 гектар всего. Это первый момент. Второй момент. Какие необходимо, в первую очередь, выстроить план мероприятий по введению в эксплуатацию данных земель? Опять, какие финансовые затраты необходимы? Потому что спилить деревья, если это дерево лох-серебрится, допустим, там, пятилетний или там, десятилетний, это одно, а если он, скажем, там, двадцати или тридцатилетний, это уже совершенно другая смета расходов. Вот. Дальше. А сейчас сорок гектар у нас рекультивация прошла. Значит, древесную растительность мы победили. Дальше. Теперь мы видим, а сейчас оказывается новая технология, когда мы можем просто посмотреть даже с космоса, увидеть, какой рельеф. Мы можем посмотреть, сколько грунта нам надо переложить слева направо или справа налево. Мы можем также это, я беру с точки зрения, пока только сметить. Вот. И следующий момент. Как будет это использоваться площадка? У патиловедов свой участок есть. Есть участок, скажем, для растеневодов, есть участок для механизаторов, есть участок, скажем, для, вот еще до карантина это была очень актуальная игра в этот перед полк. Правильно, что мы бегали за дом физкультурником. Тоже есть там участок небольшой карьер, несанкционированный карьер был, выборка грунта была. Ну, вот его можно с таким очень приятным как бы использовать. Вот. Ну и, конечно, если дальше уж говорить, сама работа по именно, по получению вот этих больших объемов данных, она должна, прежде всего, конечно, начинаться с университета. Правильно, со школы, потом университет. Почему? Потому что ребятенок должен прийти домой на втором курсе отцу и сказать, отец, ты знаешь, а давай вот применим такую технологию. Потом он уже на третьем курсе, на четвертом курсе отец уже начинает будет понимать, что его сын или дочь. Не зря. Время проводят в университете, уже они на семейном, скажем так, чаепите, они уже будут понимать, да, что у них идет общий разговор о улучшении хозяйства. Но это мы говорим о небольших хозяйствах. Если мы говорим о крупных хозяйствах, к примеру, пока Астраханские, ну, почти 5000 гектаров под капельным орошением, я думаю, что агроном, он не особо имеет представление, что творится у него там на том, на дальнем конце поля, и работает ли у нее система, не работает, полив ли включен, не работает. Ну, опять же, чистоплотность людей, которые обслуживают персонал, которые трактористы, вообще опрыскивание происходит. Ну, даже если какой-то отчак каких-то заболеваний нет, это всегда сложно. И вот данная технология, я думаю, она не только поможет, она обязана уже быть на полях. Наверное, есть уже иностранные аналоги, а не существует этих систем, да. Я думаю, что было бы, наверное, лучше, если было бы это у нас, но вы правильно уже сказали, фермер должен понимать, или фермерское хозяйство, или холдит, они должны понимать, о чем идет речь. В других регионах, Белгородский область, Ставропольский край уже внедряются, и трактор, ходящий по GPS-навигатору, наверное, это уже ни для кого это вообще не новость. Это так должно быть, когда посев идет, строчка от начала до горизонта. Четкий рядок идет. Извините, перебью, еще помните, в 57-м году был, по-моему, один день в пеньковле называется. Там как раз показывают этот трактор, в том числе. Нам часто его показывают, в рамках цифровизации. Ну, это, кажется, это уже не просто сегодняшний день, это уже даже вчерашний день. Это должно быть уже. Но самое главное, это должно быть, конечно, со школьников. Это обязательно должна идти процесс в образовании именно студентов. Это обязательно. И, конечно, должны быть какие-то базовые хозяйства, небольшие базовые хозяйства. Я думаю, Астраханское госуниверситет, не то что думаю, они уже есть, но мы там внедряем новые сорта, новые технологии возделания. А вот, чтобы данные технологии внедрить, я думаю, это уже завтра, послезавтрашний день, но это будет. И тогда уже все тогда смотрят, а что это даст, для чего это даст, и, ну, вообще, в какое направлении двигаться. Конечно, карантин, который был введен на ВОЗ иностранных, прежде всего, рабочей силы, он показал, что людей нет. А раз людей нет, то необходимо вводить, минимизировать трудовые вот эти затраты и внедрять уже, скажем, уже автоматизацию. Вот как раз один из этих вот путей, которые сегодня обсуждаем, вот как раз есть реализация. Сейчас еще можно, например, форум объекта. Да, да, да. За годы должны получить 33 тысячи человек, если вот желающие не подали. Да, да, да. Уже знаю, что в Астрахани мы провели очень большую работу, вот министром утвержден видеоплан Андрей Викторович. Вот, соответственно, проведена большая работа со СМИ, очень много, значит, информации во всех социальных сетях. Это цифровой сертификат .рф, то есть каждый желающий может зайти, и как раз вот в рамках, вот про что мы говорим сейчас на основе технологии обработки данных, больших данных и так далее, там порядка 20-25, наверное, значит, направлений подготовки. Соответственно, люди могут зарегистрироваться на этом сайте, получить бесплатное образование. Там есть определенный критерий от 18 лет и до пенсионного возраста. Понятно, что привязка к полу и так далее. Вот, соответственно, могут получить эти цифровые компетенции. Второй момент, вот вы сказали, по поводу... Да, ты не стал начать ремонту воздуха, он введет в этот швейчатый, он введет в этот швейчатый, он тоже дебаты. Второй момент, по поводу, вы говорите, что иностранные, да, вот я думаю, что во всех областях экономики надо полностью импортозамещаться. У нас в рамках цифровых технологий, связанных с программным обеспечением и так далее, мы должны полностью импортозаместиться. Понятно, что этот вопрос очень такой важный, но сейчас очень прорабатывается, вот, потому что, чтобы не быть импортозависимым, вот, поэтому в этом плане нужно импортозаместиться. И еще коллеги какой-то вопрос озвачивали. Ну, самое главное, то есть, вот, кто, я говорю, не знал по кадрительству цифровой экономики. Можете, реально все желающие зарегистрировали. То есть, они не получают, соответственно, денег с регионального бюджета. И, соответственно, вот, на количество людей, которых они отучатся. Понятно, что это все будет дистанционно. Вот, очного обучения здесь не подразумевается, но, тем не менее, есть вот такая возможность для людей получить именно компетенции в рамках цифровой экономики. На самом деле, для государства такой большой шаг, потому что большие данные, кто-то слышит биг-данные, что это такое, с чем это вообще, как. И вот, для того, чтобы вот реализовать, как вы говорите, ту же самую гипотезу, нужно, чтобы те же самые кадры были подготовлены в рамках вот этих цифровых компетенций. Да, спасибо большое за вашу ремарку. И вопрос вот о некоторых барьерах. Хотел бы задать вопрос Михею Сергеевичу, то есть, директора на стране «Лотфос». Вот мы поставили гипотезу, а вот вы со своей позиции, какие барьеры вы видели тому, что не получится? Ну, барьеров на сегодняшний день, если у вас гипотеза, я думаю, есть трудности, есть трудности на сегодняшний день. Вот хочу вкратце, как бы, сказать, управление «Лотфос» обслуживает наши мигративные системы федерального уровня по Астраханской области. То есть, под Рашином находятся 84,4 гектара. Вот. То есть, это в этот состав и плавучие насосные станции, и стационарные, и, то есть, станции первого подъема, второго. То есть, местность у нас довольно такая хаотичная. Есть и возвышенности, есть и артимория. Что хочу сказать на данный момент. Для фермера вода – это вообще, как бы, неотъемлемая часть. Без воды, как говорится, ни туда, ни туда. Мы не получим, как мы говорим, экономичного источного развития без сдавления с архозпроизводителя водой. Чем мы на сегодняшний день занимаемся? То есть, мы поддерживаем эти федеральные оперативные системы, чтобы они вовремя, вода была полна в тонусах воспроизводителя, чтобы вовремя, урожай и всему, все эти комиссии, моменты входящие. Но, здесь фермер напрямую сталкивается с тем, то, что ценовая политика, конечно-то, мало того, отслеживается и по реализации этой продукции, но будем говорить о воде. На сегодняшний день программы, которые действуют, то есть, мы производим реконструкцию насосной станции, электропорудование, это достаточно мощное оборудование. Когда подаем для производителя, то есть, мы производим, прежде всего, расчеты, какая потребуется норма для той или иной продукции, то есть, растений, на культуре, должна податься воды. Но, естественно, здесь получаются моменты такие, когда при расчетах, то есть, нашей энергетической сети, все равно нету стабильной планки по электроэнергии, чтобы фермер знал, что в этом году, допустим, подваром я полила там с гитаром, как и с гитаром, как и с гитаром, это грубо сказано. Но он не уверен в завтрашнем дне, что на следующий год эта продукция, та же продукция, будет поливаться уже за 2,5 рубля. То есть, и продукцию, скажем, надо с собой поднимать, в связи с чем. Здесь, как бы, сейчас, на данный момент уже выработаны, мы сами вынуждены, чтобы не поднимать планку для фермера, потребность воды, ему надо заплатить все равно. То есть, это, опять же, экономически он на себя отталкивает. То бы он на развитие кинул, сменной фонд закупил, ему приходится платить за воду, и то он заранее заключает, допустим, но мы стараемся, как бы, до начала сезона там все эти с медсельхозом утвердиться, на сценочке, полив, предоставить фирму, заключаем договора с ними. Вот, и получается то, что потребление электроэнергии, мощность очень большая, пососные станции, да, здесь сразу получается, вот, пуск наладочной работы веселья, вовремя надо провести все работы, получается то, что мы ищем специалистов, по Атраханскому допустим, с нами работает человек, который один, он по всему, по всему нибору, по-нашему начинает ездить на производить эти пуск наладочные работы. Их надо кадровать тоже. Кадровый, да. Ну, нам приходится то, что Лолгоград, если не успеваем в Лолгоград обращаться к коллегам, оттуда придаст к ним. Сейчас это реконструкция Алинской, Лиманский район, где пососные станции, да. У нас вот с Москвой, там специалисты, с Москвой приезжают, и нам делают, ребята, вот это вот, чтобы более выводным было. Мы чем компенсируем? Стараемся. Пиковые, пиковые нагрузки есть. Мы стараемся, ночью с фермером собираемся, так же все, то есть мы граним, смотрим в глаза друг друга. Проработав эти моменты, мы решаем то, что чтобы им продукция была дешевле, ну, в смысле, завозу они платили, нагрузки, которые мы подали в воду ночью. То есть, пиковые, там, из расчетки, она меньше. Приходится так разболеть. Но не всегда получается так, чтобы достаточно было воды, с производителем, которые подали ночью. То есть, мы прихватываем пиковые нагрузки, естественно, это все нас отталкивает. А за, мы большие средства, выплачиваем за электроэнергию. Учитывая сегодняшний день реконструкции, которые идут, но мы оборудованы все. Специалисты, как таково, начинается вот это вот движение с теми, с теми, с теми. Конечно бы хотелось бы, чтобы мусорганство в нашем регионе. Они есть, эти люди. Надо просто все это до конца повеца довести, чтобы это было востребовано, конечно. Но все-таки федеральная генерал-экономическая система, это неотъемлемая часть, если мы хотим наших сельхозпроизводителей поддерживать. Есть как бы и предложение такое, почему мы на сегодняшний день, допустим, растеневодов, животноводов, молоку, поэтому есть программы, по-другому им, да, делаем субсидируемых. Вообще не нельзя федеральной генерал-экономической системы. В этом же направлении и фермеру легче будет субсидировать на воду так же. Но естественно, конечно, будем ждать специалистов, чтобы там не бегать, не гоняться, а мы пришли обратить. У нас специалисты и есть в этом направлении. Качественные, экиповцы, которые на самом деле... А вот для того, чтобы субсидировать, не нужно ли понимать, что они разумно тратят водные ресурсы? Встречались ли среди фермеров, с которыми вы работаете, те, которые плевают на основе данных, используют датчики? К сожалению, к сожалению, на сегодняшний день мало таких фермеров. Ну, здесь и техническая составляющая, прежде всего. Те, которые дальше приставят, все равно вода не настолько у нас чисто, да, что-то еще и шикане. Со временем они начинают... Да, где-то за минуту, где-то начинают хорабатывать. Тут спорные вопросы. Здесь, как бы, конечно, надо вот это вот все досконально продумывать эти мероприятия. То есть от точки А, то есть от вот забора, и до потребителя нашего сельхозпроизводителя, которому мы хотим от него получить нормальную, хорошую продукцию. Но опять же еще говорю, без воды и себестоимость воды на сегодняшний день, никакой сельхозпродукции, никакой указанной кемпицы. Да? Да, спасибо. Вода для фермы, капитанная для искусственного материала. Да, это как возраст. Видите, как же. И человечество. Мы не только, допустим, сфера для мировода, также и личные подсобные хозяйства. То есть западные фермы и эльминеи, то есть лиманская района, в основном там тематика такая же идет. А яско-то качала, пошла она, вода пошла. То есть и население питается водой. Памятники, которые должны непосредственно с нами работать. Но опять же, чтобы экономично подходить, и расход для фермера, плата за воду была нормальный, то есть, ну, мы должны как бы провести вот эти мероприятия. Давление создалось, потребляет он, не потребляет воду. То есть, система, система населения, она и есть, и мы там не будем. То есть, если вода есть не в спросе, то есть, значит, давление телекодвижителя не уменьшается, он начинает меньше работать, то есть, экономить сам. Это вот эти вот наши, оно все можно и нужно. Идеально. Идеально. Спасибо большое. И вот плавно я хотел бы задать три больших вопроса студентам, которые сегодня с нами. Вот если бы у вас был выбор работать в компании, например, в сомохозяйстве, которая активно внедряет технологии, например, искусственные телеки, цифровые решения, и вторая компания, которая не внедряет, все традиционно, какую бы вы выбрали? Конечно же, ту, которая внедряет технологии. Почему? Потому что там интереснее? Ну, что интереснее, даже опрос, ну, перспектива больше. То есть это... Да, то есть понятно, что за эти будущие, а за тем, что... Это традиционно, скажем так. Спасибо. А кто-нибудь хотел бы остаться в той, которая... Все традиционно. Спасибо. Второй вопрос. Получив опыт участия в реальных проектах, подбору данных в рамках учебной деятельности, например, в учебной практике, в рамках путной работы, и начав работать по специальности, попросил компанию, которая не внедрила пока такие технологии, стали бы вы инициатором, давайте вот что-нибудь изменим, давайте попробуем внедрить сеть датчиков и так далее. Если бы вы уже это умели, у нас в своей учебной деятельности. Это зависит от бюджета компании. Да, да. Это интересно. То есть, все равно, все реально, мысли есть. Самое касается финансирования, начинается маленькая вот эта вот, даже проект, вы сами знаете, экспертизу пройти, сегодня есть такие моменты, когда, допустим, проекты, работаем, работаем, все нормально, да экспертиза зашла, оказывается, этого не надо было, почему такие не совпадения, а деньги же подратили в проекты. Когда специалисты будут, конечно, он придет, да, если руководитель, принимающий с перспективами на будущее, конечно, специалисты возьмешь, мы вместе с ним развиваться. Это очень хорошо. Вложить сегодня, он будет получиться базы, завтра больше. И вот третий вопрос, вот если бы, сбегайте вперед, у вас была бы возможность присоединиться к реальным начальным проектам по отбору, анализу данных, возможно, построению алгоритмов на несложной основе, то есть не нужно бояться, что там есть много сложной математики и технических каких-то особенностей, готовы ли вы, поднимите, пожалуйста, руки, кто готов присоединиться к таким учебным проектам в рамках команды по сбору данных, по разметке данных, в том числе, вот как мы сегодня упоминали, на собственных полях университета. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Чуть позже мы к этому вопросу еще вернемся. И у нас вторая часть, вторая часть, мы уже начали говорить про некоторые проблемы и барьеры, и вот еще один вопрос, мой более личный. Вот нас, как жителей Астраханской области, что больше всего волнует в плане профессиональности, местности, коспродукции на прилавках? Качество и стоимость. Качество и что? Арбуз уже присмотрел, уже как бы не хочется было. Потому что туда много, конечно, всего, не надо. При мотивации почвы идет, ну, слабо. Некоторые, которые АПК работают, даром рекупируемые, то есть все, ворота, чемоданцы. А другие фермеры сегодня на сегодняшний день, ну, которые АПК выкупили, ой, хочу сажаю, хочу и не сажаю, сегодня посадил, завтра, а с этим будет ладно. Захламил, и полынется. Конечно, в этом направлении надо работать и работать еще раз. С самими фермерами, и у кого частные вот эти АПК, и у кого частные, очень все же могут. Ну, и часто ли вы, например, в крупных суперлайн, мы введем на астраханскую продукцию? Обращали ли вы к этому внимание? Обращаю. Не всегда. Да, зачастую. Хотя же, где он должен кормить себя, у нас все возможности есть. Все возможности есть. Но у нас почему-то продукции даже есть производители, которые делают хорошие кетчупы, там это, да, АПК, продукция АПК нашего, она как бы находится еще в торговых. Но есть и моменты, когда астраханцы вообще не видят эту продукцию, она уезжает далеко. Слава Богу, молодцы. Наладили отношения, договорились, договорились обязательно, да, тоже. Ему же нужно заработать, чтобы подписать следующий продукт, так, но оборот шок. Но, к сожалению, у нас в Астрахани есть продукция, но маловато. Ну вот мы периодически, в университете у нас проходит стратегические сессии, где есть в том числе секция АПК, и один из частей таких проблем, которые обозначаются, это именно сбыт на внутреннем торговле рынок. И, как вы думаете, цифровое решение в этом направлении реальное ли? Да, вот я могу найти здесь вот для того, чтобы цифровые решения в том числе в сельском хозяйстве были. Можно, да, если есть? Коллеги, смотрите, давайте говорить о проблемах и барьерах, но это немножко не круг людей, который собрался. Давайте говорить, что у нас торговая ярмарная деятельность Министерство экономического развития регулирует, чтобы, соответственно, людям была возможность сбыть свою продукцию, нужно развивать ярмарки. Мы в свое время, когда я работал в Минеке, рассматривали возможность внедрения платформы, где, соответственно, покупатель, продавец могут столкнуться на рынке. Соответственно, поставщики регистрируются, выставляют объем, который они готовы выставлять, например, крупные компании-ретейлеры заходят на эту платформу и, соответственно, выбирают тот объем продукции, который они желают купить по какой цене. Трудность заключается в чем, что ретейлерам необходима постоянная поставка продукции, как у нас, например, сезонная, например, поставка. Им необходимо обеспечить постоянный спрос, постоянные, соответственно, предложения на рынке. Если этого нет, компания не может им обеспечить, то смысл, например, им заключить контракт. Сами понимаете, вы приходите в магазин, выходите в ежи, каждый день, например, купите себе помидоры еженедельно, а зимой это сделается достаточно трудно. Поэтому у нас есть тепличное хозяйство, которое могут ежегодно, сезонно, каждый сезон поставлять соответственно продукции, но их объем очень маленький. Поэтому у нас, когда мы приходим зимой в магазин, мы видим, что, например, у нас азербайджанские помидоры, потому что они могут ежегодно обеспечить, соответственно, спрос и предложения на рынке. Поэтому, ну, в этом заключаются трудности. По ярмаркам, ну, по ярмаркам, я уже сказал, что во многих городах реализованы такие ярмарки, например, у Министерства средств и хозяйства, я вот не вижу представителей, они уже непосредственно в этом прорабатывают, сделаются непосредственно какой-то кластер, если сказать правильно, какую-то такую базу, где, соответственно, люди могли выставлять свою продукцию в некую большую яблоку. Приходите, например, крупные крестьянско-кермерские хозяйства могли, соответственно, приезжать туда и выставлять свою продукцию, как первую купить. Ну, еще вопрос, который я уже задавал, это сезонность. Это, конечно, проблема для Астраханских регионов. Спасибо большое. То, что вы вначале поминули, это тоже некоторое цифровое решение, да, получается? Да, соответственно, ну, это на стадии проработки было, так как проект не был реализован, в принципе, идея была хорошая, здравая, сделать электронную яму, в которой, соответственно, могли люди регистрироваться и предлагать свою продукцию. Спасибо. Ну, и, как мы знаем, есть такие более глобальные другие страны маркетплейки, когда соединяют именно всех госпроизводителей с покупателями. И вот, когда мы поставили нашу гипотезу, что данные и свободные решения на основе искусственного интеллекта могут вывести отрасли данного уровня, в том числе, возможно, имея в виду, что возникающие проблемы мы можем попытаться решить на основе данных, в том числе отработки соответствующих механизмов. Вот у меня следующие два слайда, которые про включить, пожалуйста, которые про высшую экономику сделан исследование о том, где больше всего потерь возникает. Вот здесь разливка на уровне мониторинга земель, селекция семеноводства, производства, хранения, реализации в процентном отношении. И вот следующий слайд, пожалуйста, в котором проражированы приоритеты эти проблемы и смотря на них, можем ли мы сказать, что какие-то из этих полевых точек мы можем решить с помощью цифровых решений и реально получить данные для того, чтобы это цифровое решение создать. Представитель NFT-компании Игорь Ильич. Ну вот по всем приоритетам, которые здесь стоят, принципиально можно даже начать собирать данные уже. То есть, например, потеря ресурсов, удобрения, ГСМ, СЗР и так далее. Я думаю, у большинства компаний как и промышленного комплекса стоит как минимум там бухня, да, 1ССК. Ее можно рассматривать как первичная база данных. Сколько было закуплено удобрения, сколько было закуплено бензина и так далее. То есть никаких особых проблем в этом нет. компетенции у профессиональных специалистов базы знаний как университет. Да, но мы как бы как IT-компании можем, в принципе, говорить с заказчиками, чтобы они нам отдавали обезличенные данные, на которых мы там можем вам предоставлять, чтобы проводить обучение. на таблице тех же самых парах по анализу данных. То есть принципиально, если посидеть минут 10-15, накидать как бы мозговым штурмом, можно вот каждую задачу расписать и какие-то инструменты разобрать. То есть здесь вопрос о том, что видимо от кого штурман. Спасибо. Главное, чтобы еще можно было эти данные собрать для решения. Евгений Анатольевич, как вы думаете, подход к предложению комплексного решения, которое бы решало в рамках одной цифровой платформы почти все задачи, это лучше, чем специализированные решения для каждой по задаче? Потому что внутри этих полевых точек там же много еще своих РПИ. Смотрите, здесь подход нужен такой немножко осторожный, потому что мы говорим о бизнесе, который хермерское хозяйство это все-таки коммерческое организование ориентированное зарабатывание прибыли. То есть идеальный вариант, который сразу приходит в голову, это то, что создается система, собираются данные со всех хермерских хозяйств, затраты, продукции выданные и подобные. Таким образом сразу можно определить, кто эффективен и неэффективен и пытаться понять, что делают те, кто более эффективны, по сравнению с тем, кто менее эффективны. То есть предложить какие-то шаги для повышения эффективности. С другой стороны это может быть коммерческое ноу-хау тех, кто более эффективен, потому что они больше зарабатывают. Если группы брать в проблему, то коллеги говорили, на самом деле с точки зрения крестьянских хозяйств, когда мы с вами общались, у них нет проблем со сбытом. Очень часто они все говорят, что у нас проблемы со сбытом. Если реально начинаете разбираться в ситуации, проблем со сбытом нет, потому что продукция у них продается фактически на полях и на камеру. Они зачастую даже не хотят показывать, сколько реальной продукции нет, друзей, потому что это связано с того и составляющим. С точки зрения государственной политики, государство понятно, что очень сильно хочет знать, сколько же реально продукции произведено, сколько за них получили денег, чтобы получить свою долю налоговую. Если интересы объединить, то получается самое логичное решение с точки зрения платформы, мы должны предоставить фермерским хозяйствам какой-то набор ресурсов, которые с одной стороны позволят им более эффективно быстро продать свою продукцию, с другой стороны сразу еще на моменте посева понять, идут они в минус в конце года или в плюсе продав эту продукцию. То, что говорили коллеги, что в сетях не представлена наша продукция, действительно это очень большая проблема, но эта проблема не фермерских хозяйств реально получается, потому что у сетевых компаний, как правильно было сказано, есть очень жесткие требования объема поставки, качества продукции, сроки поставки, упаковка, все что угодно. Если мы говорим о маленьких хозяйствах, самостоятельно они никогда не смогут такие условия обеспечить, здесь может как раз сыграть опять же тот же самый синагитетский эффект, когда несколько хозяйств обедняются, условно обедняются вместе, становится понятно, у кого, когда, какое количество продукции будет выходить, есть общая плоская точка, куда нету продукции доставлять, или которая забирает, ее сортирует, упаковывает, доставляет сетям, эти промежуточные точки, грубо говоря, складские большие сети, которые смогут упаковать продукцию выращенной фермы, потому что опять же, если мы говорим об Астраханской области, все, наверное, знают, у нас появился такой новый продукт Киличинский сады, который реально производит очень качественную продукцию, в их коробки кладут турецкие, те же самые азербайджанские продукты, для того, чтобы их более выгодно продать. Это один из примеров, когда технологии выстреливают. Со стороны государства, если мы говорим о регионе, развитии, это действительно создание инфраструктуры базовой, транспорт, логистическая инфраструктура, помощь связи логистических компаний, фермерских хозяйств. То есть вот эта вся инфраструктурная часть, она даже более ценная, чем помощь конкретному хозяйству установить какие-то датчики, воду поставить на датчик. Мне кажется, что такую платформу создавать можно и нужно, но ее основной упор должен быть на то, что это должна быть инфраструктура для сельского хозяйства. не учить фермерам, как производить и что производить, а предоставить им базу для развития этого производства. как раз то, что отмечается доступ к финансированию и стаканов. Почему он дорогой? Потому что риски в сельском хозяйстве достаточно высокие. Ты можешь взять кредит, а продукцию у тебя не выросло. Согласен, сейчас сделаю, что это такое. А кредит надо возвращать. Поэтому финансовые ресурсы банки очень часто боятся давать условия с хозяйствами под высокий процент или под залог какой-то техники. То же самое со страховкой. Процесс страховой высокий. А если обеспечить для банков и страховых компаний прозрачность всего процесса до момента как он посадил, до момента того, как будет собраться продукцию, понятно, что риски у них снижаются и эти финансовые источники становятся более доступными, более простыми. А хочет ли Федор делиться этим? Все зависит от того, что он от этого получает. То есть если у него до этого ставка кредита было 50%, а ему теперь после того, как он отдает эти данные, ставка кредита представляется 10%, вот та самая экономия, за счет чего он готов работать. Если не готов к конкретной хозяйству, который занимался мошенническими схемами, то рядом есть тот, кто реально готов работать и за счет того, что ему средства оборотные появляются, он купит тех, кто не готов работать. Но вдруг за другу начнет цифр. Я вижу, так. А вот эти данные можно перепроверять, чтобы они были правильными, достоверными? Ну, а здесь под какими данными, от каких данных идет речь? То есть, если это данные о выращивании культур, то есть средства независимого мониторинга. То есть, это аэрофотосъемка, космическая съемка. Если мы говорим о транспортных отгрузке, скажем так, продукции, то, опять же, это же все-таки грузовые перевозки. То есть, по каждому грузу формируется целый набор документов. Машина грузовая, она там, идет по дороге, она не может идти по степени, потому что, ну, она просто провалится. Поэтому этот учет ввести там с какой-то степенью достоверности, проверить информацию, которую подоставил хозяйство, вы можете. То же самое по скотову, да, то есть, если мы говорим не только о выращивании растений, а о животноводстве, сколько голов скотов, а его фотосъемка приблизительно, хотя бы, алгоритмы тех же искусствовательных можно примерно посчитать, сколько же в стадии у него на каких участках они пасутся, в какое время их туда выгоняли. Со стороны государства этот монитор обеспечить можно, это какие-то великие деньги у них больших заплат. Еще такой момент, сейчас мы анализируем все болевые точки, основная, наверное, болевая точка, которую мы, в принципе, не рассматриваем, а все от нее отталкивает, это устранить все-таки, наверное, цифровое неровенство. Почему? Потому что вот мы знаем, что отдаленные участки, в том числе как раз где есть фермерские хозяйства, остальные, то есть тому же оператору связи очень проблематично и, во-первых, себестоимость очень высоко провести ту же самую какую-то оптику туда, для того, чтобы, например, было какое-то подключение к тем же самым информационным системам. поэтому этот момент тоже не нужно держать в голове, не забывать про него, потому что на самом деле цифровое бирать, потому что некоторые участки, например, до сих пор, понятно, что у нас там зона покрытия 2G, она там, в принципе, астраханская область покрыта, но тем не менее есть участки, в которых населенный пункт от 250 до 500, они, например, что-то подключаются, что-то не подключаются, но ведь не говорит о том, что люди 250-500 человек не будут заниматься тем же самым в червецком хозяйстве, в сельскохозяйстве какой-то продукции, поэтому возможно, что какие в будущем, конечно, какие-то информационные системы, в том числе и этот же гражданин, который живет в этом удаленном участке, не только в городе, но и в том числе в удаленном участке, будет иметь доступ к тем же самым информационным системам, о котором мы сейчас с вами говорим. Ну и может быть эта местность, она превратится в более привлекательную. Не исключено. Как мы сегодня правильно отметили, что чем интереснее, технологичнее бизнес, тем, интереснее в нем работать, например, в том числе в рамках когда мы учимся в университете, знаем, что мы в этой компании могли бы что-то применить того, что мы учились с точки зрения цифровых технологий. И еще один вопрос в этом контексте. Правильно ли утверждение, что если фермерское хозяйство не занимается управлением на основе данных, внедрением цифровых технологий со временем ее надо быть в рамках если вы смотрите, что происходит в мире, сейчас если мы не говорим о крупных производителях, то мировая тенденция внутригородские выращивания сельхозпродукции. Почему? Каждому хочется, чтобы у нее там помидор была свеженность. Поэтому сейчас активно развивается технология, когда внутри городов создаются небольшие вертикальные фермы разного уровня, которые на микрорайон, на какой-то там набор домов могут обеспечить базу вот эту продукцию. То, что мы сейчас даже каждый день тоже видим в супермаркетах, те же самые там салаты и там подобные, они в горшочке подаются, то есть на самом деле сельское хозяйство сейчас если прямо глобально она тоже претерпевает серьезные изменения. Если даже уйти просто от селекционных одного отсутствия, те же самые генетически модифицированные продукции для того, чтобы повысить урожайность и снизить заболеваемость. Технологии активно позволяют больше производить то есть вместо того, чтобы заливать поля водой, применяют катерное рожение. А там, где почва не позволяет нормально выращивать, там применяют соответственно бухоник. То есть технологии позволяют на той же самой территории, которая раньше считалась непригодной сельскому хозяйству, получать продукцию, причем получать ее там чуть ли не круглой лодки. Все знаем в казинку видят израильский крупнейший поставщик, редиски, клубники гигитарные. Люди выращивают в пустыне. То же самое сейчас Турция большие объемы. Польша на яблоках специализируется. То есть действительно можно выращивать продукцию, используя новые технологии, обеспечивать дают угодичные повышения прибыли для самих компаний, повышения в качестве самой продукции. Ну и со временем за счет такой цены не выдерживает? Ну, конечно, сейчас отдельная тенденция экологически чистой продукции, чтобы ее руками вырастили, руками пополовьи, руками собрали, поэтому она стоит тысячу рублей за килограмм вместо десяти рублей. Ну, да, типа органик фу. Но насколько опять же мы же с вами люди научного сообщества, с точки зрения науки для меня проще купить продукцию, которая выращена промышленным большим комплексом, которая не использует агронические технологии, использует удобрения, точно донося его до растений, капельное отношение и так далее. Почему? Потому что я больше уверен в качестве этой продукции. Условно если мы берем технологии, внесли налоз старым дедовским способом, сколько туда внесли, насколько растения усвоили в таком режиме. Большие предприятия, когда они используют более эффективно, хотят сократить затраты, все же хотят. Поэтому лишние удобрения, если их можно класть, не класть их, никто класть не будет. Продукция проверяется, подходит ступенчатый контроль на больших предприятиях. Если ты туда институтов наложил, то у тебя на выходе его просто не кутят. Поэтому они стараются с одной стороны минимизировать издержки, с другой урожайность. Обеспечить стабильность ступенчатый ступенчатой если не связываемся с сортами которые просто невкусные потому что на зато они дольше хранятся то такие высокотехнологичные компании на самом деле они более в выигрышном состоянии самим институтом, который работает с такими способами. Потому что у них и рынок больше производства, и издержки ниже, чем компания, которая будет строить с такими способами. Спасибо. И вот часто мы здесь принимаем в том числе международный опыт. И вот по данным исследования компании «Агроинвеста» в 2019 году исследования, что всего 10-13% агропредприятий России активно внедряют технологии. И около 69% за границей. И хотел бы вопрос задать Равю Каримовичу, Рыбаеву. Вы увлечены в проект «Фабио» международный и общаетесь с университетами, в том числе в области агротехнологий, европейских университетов. Насколько активно технологии приходят в том числе оттуда, насколько мы можем быть конкретно способны, чтобы предлагать им что-то. Ну, чтобы в рамках нашей общей концепции, что данные и системы на основе данных будут являться неким фактором для развития агропромышленности «Фабио» «Спасибо» «Добрый день всем!» «Ну, здесь приводились данные, в том числе и фант подтверждаю, что 40% продукции теряется в пути реализации этого количественного подверителя. Но, кстати, грех силы и другая проблема, и 20% продукции уже куплены. Честно говоря, не съедается, а тоже выбрасывается. Поэтому, кстати говоря, там работают коллеги по двух направлениях. Это первое, начинает добиться эффективности с точки зрения использования произведенных продуктов питания. Это в том числе и вопросы рационального потребления. И в том числе, потому что только на этом помете, они по многим показателям показателям, даже иногда снижают производство продукции. Это тоже главный момент. Это позволяет использовать достаточно ограниченные силы в воде. Я говорю про европейские страны. Уровень цифровизации у них где-то порядка 70%. Это такие общие данные, они есть и в интернете. Уровень цифровизации сельскохозяйства в России, порядка 10%, сейчас поступили данные, что будет порядка 15%, по некоторым субъектам до 15%. Такая разница. Но основным, конечно, барьером по внедрению цифровых технологий является отсутствие хорошей развития инфраструктуры, интернер-ганизма, стоимости оборудования. Мы очень честно сотрудничали со Словацким государственным аграрным университетом. Они приводили данные, что при ухождении в Евросоюз получили государственный большой грант на развитие цифровых технологий в сельском хозяйстве. Он, конечно, колоссальный. Я цифр сейчас уже не помню, но это позволило практически бесплатно создать несколько платформ, куда фермеры могут обращаться, для того, чтобы использовать эти данные. И создали такую хорошую инфраструктуру, связанную с возможностью приобретения просрочек необходимого оборудования. Я имею в виду датчики, причем подсоединение датчиков было бесплатно. И, значит, управление датчиками, я имею в виду все программное обеспечение, это тоже осуществалось централизованно на платформах. Их задача была установить эти датчики, и они получали уже готовую базу данных для принятия решений. Вот, в принципе, несколько моментов, которые я хотел сказать. Поэтому, конечно же, у нас очень большая проблема отсутствия достаточно инфраструктуры. Второе. Любое внедрение цифровой технологии – это очень затратно, на самом деле, признаюсь ли это так. И, честно говоря, есть вот такой хороший государственный, видимо, программ. Правда, принято так, программ, где цифровизация, там, где-то, все это есть. Но, к сожалению, деньги заложены там. Я думаю, что большого такого эффекта не дадут. Совсем наоборот, именно там нужно быть в приоритете состоять, создание вот этой вот инфраструктуры, обеспечения доступа и стяжения, конечно, вот, цель на необходимую оборудование. Либо какая-то программа, вот, их приоритет. Видите, прословочку, как же там, разные схемы такие вот есть. И, что хотел сказать, в качестве специальности, которые готовим мы, и которые готовим, например, технический университет «Ильминал», несмотря на то, что технический, как бы, университет, да, но готовят очень такие вот специальности на уровне, как бы, магистратуры. Ну, бакалаврят, там, везде, как бы, немножко такая вещь, это получение необходимости, получение первого ступени образования, там, очень много таких общих дисциплин, там, и… Но магистратура у них на потребу дня. Вот появляется какая-то большая проблема, и соответствующие, значит, в новом направлении говорить, что он там собирает данные. Для следующего шага эффективно внедрить цифровую технологию нам нужны, условно говоря, там, агрономы информатики. Ну, для примера, я не знаю, как они их там называют. И вот они прям практически, вот, знаете, точечно начинают их готовить. Выпустили их, например, два-три выпуска сделали, все. Если они эту нишу как-то вот закрывают, то все. Дальше они уже их не плодят, потому что нужны несколько, с другим уже набором специальностей люди. Вот. И готовят, как мы посмотрели, на стыке обязательно нечистое специальностей. Не чистый экономист, а экономист, там, технолог в чем-то. Понимаете, как? Вот тоже вот такая вот фишка, которую, в принципе, когда мы это увидели, она выигрышна. Потому что именно в этих специалистах они закрывают потребность сегодняшнего дня. Спасибо, друзья. Трансформация профессии идет из сельского хозяйства. И именно такие, такое будущее, в будущем ждет сельское хозяйство, которое и способно будет принести, вот, чем мы говорим про региональный сектор, на новую, на качественную новую. Спасибо. И вот, да, можно следующий слайд? И мы происходим в заключительной части, которая условно названа как университет, как площадка, университет, как территория данных. Сегодня мы уже, когда нам Михаил Юрьевич рассказывал про солнечные поля с на конце государственного университета, и, кстати, картинка с бодрокоптера, который тоже на полях периодически исследует. И есть определенные зоны на этих полей, и мы их используем для сбора данных, разметки, и, в частности, студентов привлекают тоже к этому делу, поэтому я сегодня уточнил этот момент. И здесь университет может стать, как неким таким соединяющим элементом, объединяющим интегратором на новую инициативу. В частности, есть идея провести региональный наград Хакатон совместно с Министерством сельского хозяйства, Госуправления, Руслан-псессиональной связи, крупными компаниями, на предмет того, что изначально, конечно же, мы исходим из проблем, выявить проблемы, которые сейчас фермеров волнует, и которые могут быть решены на основе цифровых решений. Но для этого их первоначально будут собрать данные, которые мы можем совместно с студенческими командами и с командами, с школьниками в рамках практикоориентированных проектов собрать, разместить, подготовить. Изначально, конечно, нужно будет и образовательную часть тоже подготовить, чтобы ребята справились, объединить с айтишниками, с программистами, причем с точки зрения студентов в факультете технологии полезно здесь в первую очередь и ваши эксперты, потому что почему именно так, почему именно зону нужно пометить так и так далее, чтобы, например, условно нейронную сеть, обучить это. И один из таких примеров, можно следующий слайд, это вот в этом году проходил Агрокон, тоже Агрококотон, который Росвельхотбанк проводил, и они построили таким образом. Они собрали несколько задач, примерно было 9, создали посадочную страницу о том, в чем суть этой задачи, можно еще следующий слайд. И под каждую задачу они писали, что они ожидают на выходе, по каким критериям будет оцениваться, что это хорошо. Заказчик четко описал задачу, поставил техническое задание, и главное, под эту задачу есть данные, то есть они собраны были в определенном количестве. И дополнительная информация плюс была консультация экспертов, как агро-части, так и технологической, которые помогали, и были системы менторов и так далее. И вот этот Агрокон, по-моему, в этом году чуть-чуть задержался из-за коронавируса, но тем не менее. Насколько, вопрос к экспертам, насколько вы бы поддержали или не поддержали такую инициативу, при условии, что мы хотим объединить в компании IT-профили, Google-суправление, ну и, конечно, Амазам. Почему да, почему нет? Давайте начнем с начала. Давайте поговорим, Андрей Викторович. Я расскажу, что в настоящий момент нами прорабатывается вопрос о проведении Хакатона, только не агро-Хакатона, а вообще, в принципе, Хакатона, по порядку вопросов. Сейчас не скажу вам, по каким-то точным вопросам, потому что все это на стадии проработки. Но, тем не менее, в том числе и с Астраханским областным инновационным центром, нами и, возможно, еще какие-то ЛОЗы подключим. Пока не готовы сказать, почему. Потому что сейчас еще и непонятно, каким образом будет это проходить в рамках, сами понимаете, коронавирус сейчас набирает обороты. То есть сделать 50 человек. То есть это почти никого, можно сказать. Поэтому хотелось бы сделать и качественное мероприятие, и не для галочек, так скажем. И, соответственно, понимать, какие задачи поставить. А не скажете, кто здесь задачу ставил по этому агро-хакатону? Агро-хакатон, там, если зайти на сайт, там есть под каждую задачу индустриальный паркнер. Ну, это вот власти заказчика. Это компания. Коммерческая структура, да? Но при поддержке. Но вот тут мы, вот с Андреем Викторовичем, как проработали вопрос поставить им задачу нами. Живые компании, которые делали, ну, соответственно, ставили задачу. Смотрите, просто, ну, наверное, многие не знают. Есть такая корпорация Airfreed, называется Российский фонд. Российский фонд в рамках, ну, информационных систем. Вот, смотрите, ситуация какая. Там, соответственно, компания, которой необходимо решить какую-то точную проблему. Например, вот, ну, я с коллегами разговаривал, там, из Белгорода. Была ситуация какая, что у них есть большая, громадная свиноферма, соответственно, каждый день ряд свиней у них погибал. Соответственно, туда просто, ну, без респиратора, без специальной защиты зайти. Потому что, ну, они стоят в специальных стойлах, и, соответственно, свиня, когда падает, ее не видно даже. По-моему, ее обойти просто не раздущий. Там, наверное, работало грандиозное количество людей. Я просто цифру не готовлюсь сказать. И смысл в том, что эта компания вышла вот в региональный фонд, российский фонд, соответственно, с идеей о том, что, знаете, сделать некий продукт, который мог бы, соответственно, решить данную проблему. фонд 50% денежных средств, он компенсирует компании за то, что они внедряют определенные технологии. Было разработано следующее. Были поставлены через какую-то периодичность видеокамеры, соответственно, был разработан алгоритм движения свиней. Соответственно, если свинья не двигается на протяжении 10-15 минут, соответственно, уже свинья умерла. И, соответственно, ряд решений проблем они этим планом закрыли. Соответственно, ряд свиней, которые лежат, пасутся рядом, соответственно, они заражаются от этой свиньи. И, соответственно, сразу рабочих понимает, что необходимо забрать, принять какие-то определенные меры. И, соответственно, этот фонд, он, главная его цель внедрения разных информационных систем и информатизации. в рамках разных отраслей. Поэтому, если есть какие-то проблемы со стороны компаний, которые есть, такое техническое задание, мы готовы рассмотреть включение данного проекта в цифровую экономику. Соответственно, Российской Федерации повреждать данный проект для того, чтобы компания могла решить какую-то проблему. Поэтому, в этом плане. То, что касается хакатона, ну, хакатон, я так понимаю, я думаю, что коллеги, если я не прав, они меня подправят, он, прежде всего, идет к вопрос проблемой. Соответственно, есть проблема, потому что IT-специалисты такие люди, которым нужно ставить конкретную задачу, что необходимо сделать и какой цель прийти. Соответственно, под эту цель разрабатывается ряд решений. Поэтому, если есть какая-то проблематика, давайте готовы обсудить, посмотреть. Я думаю, что коллеги, я думаю, подключатся к этому плану и активно также можно провести. Не обязательно в этом году, а в следующем году. Можно провести его по удалению. Но здесь обсуждаем этот вопрос, поэтому готовы подключиться. в следующем году нам решено даты собрать по теме задачи, которые мы будем сформировать. Можно в следующий слайд? И вот прежде, чем перейдем дальше, вот этим летом, этим летом агентство синтетических инициатив делало Хакатон World AI Daily Challenge, которые, кстати, я тоже был увлечен туда как экспертов, которые проводили вот таким образом, что объединяли несколько команд регионов, для команды что-то делали в течение двух дней, показывали прототипы, дальше им давали несколько недель, потом даже два месяца. Вот это надо работать. Потому что такой серьезный решение за пару дней не всегда получается сделать. И кто-то дошел до конца, кто-то не дошел. Были у них поддержки в лице Яндекса, который давал вычислить к нему очереди, по-другому обучались. И здесь можно было тоже таким образом можно построить. Построить. И наверняка агентство исторический инициатив тоже поддержал бы такую идею в оригинальном уровне. Евгений, как вы думаете, поддерживаете ли вы идею по агрококотову? Мне кажется, что такие мероприятия полезны для всех. Я не готов сказать, сможем ли мы выступить постановщиком задачи. Такая немножко специфичная область, хотя можно будет подумать. экспертами может какая-то а вот экспертами и возможно технологическим подъемом мы готовы. Например, если какие-то данные, которые у вас есть и которые нам нужны, ну, на каких-то определенных условиях, и возможно ли получение участникных мощностей сельского хозяйства. Не знаю, давайте деталь уже отрожать, сейчас не готов ответить. Спасибо. У меня будет сюда, я думаю, в любом случае обязательно отраслевого органа Министерства Сельского хозяйства, для того, чтобы полностью эту задачу понимать, для чего его проводить. У меня Антонич Лукавит, у Ростелекома есть ряд решений в рамках сельского хозяйства, то же самое мониторинг, например, безпроводными объектами, например, как он уже говорил, например, подсчет, скота непосредственно, босевные, соответственно, проект на квадрокоптер движется социальная платформа непосредственно, где видно, например, какие территории удобрены. Соответственно, мы ряд направлений в этом плане обсуждали. Есть уже ряд решений, которые бы они могли поделиться и просто рассказать, как это работает на самом деле. Как эксперты, я говорю, как готовлю постановку задачи. Возможно, что-то и получится, но просто сейчас не готовы на это очень серьезно смотреть, чтобы задача была, первое, интересная, чтобы не просто так, второе, чтобы под нее был весь необходимый набор информации, который позволит ее в короткие сроки реализовать, чтобы не работать в кофе. сегодня еще на открытии. Дубинский Роман Романович говорил, что с первой это подключаться к инициативу объединяющим университетом, в том числе с проектом, именно проектом. Поэтому не исключено здесь, что здесь тоже можно было подключить. Игорь Леонидович, а вот со стороны IT-компаний могут ли они выступить как эксперты и возможно даже направить команду? Ну да, мы могли бы не только мы, но и другие IT-компании могли бы как эксперты с точки зрения IT выступить в теорию, может как менторы в условиях. Ну, направить команду, то можно направить команду. Но я думаю, это больше будет интересовать студентам, которые в первый раз потрогают какую-то именно практическую задачу. Ну, как менторы, да. Ну, и потом в любом случае сервер-равенц можем подоставить, извините, моему миру в целиком. и потом решение прототипа мы можем протестировать на собственных полях. Олег Геннальевич, а вот молодежь школьную и старшая? Нам, конечно, интересно. Правда, нам нужно подготовиться, потому что подготовка в языках программирования сейчас уже неплохая, но подготовка именно технологии искусственного интеллекта нам надо бы еще ее поднять, так скажем. я так понимаю, что это не прямо сейчас, в следующем году. Прямо сейчас можно прости образованную часть и плотно работать. Мы тогда со своей стороны берем эту задачу на проработку со стороны детей, так скажем. А единственное, что нам может помешать, это вот эти коронавирусные ограничения, которые сейчас, например, не дают возможность проводить с детьми вообще мероприятия, то есть сам ПИН запрещает, все мероприятия проходят дистанционно. Дистанционно, в принципе, мы уже с марта работаем в таком режиме и мы все освоили и можем дистанционно проводить. Конечно, хотелось бы, чтобы наконец-таки мы могли уже нормально, без масок и с детьми. мы прогнозируем, что новый сельхозсезон уже снимут на ограничение и мы даже будем иметь возможность данные собрать для задачи. Возможно. Опять же, это наша гипотеза. Мы с огромным удовольствием примем, конечно, участие, потому что детям детей, может быть, не интересуют конкретные экономические параметры, зачастую, просто они в этом еще не разбираются, но причастность к чему-то большему, участие в каком-то серьезном взрослом деле, это, конечно, серьезный проект, тем более, это возможность работы наравне со взрослым. У нас уже был такой опыт, когда мы участвовали в Хакатоне, в Каспионхак, насколько я помню, когда у нас дети наравне со взрослыми участвовали и даже завоевали там денежный приз. Вот, это же летом, который был в World DI и этот челлендж, там тоже школьники работали на задачи и решили ее достаточно неплохо. А сейчас заключительные этапы идут, как они прошли, мы уже не знаем, показывают достаточно хорошего увлечения, мотивированность. Потому что, по всякому случае, в плане IT, в плане программирования, возрастные пороги очень низкие достаточно, то есть молодые ребята очень хорошо программировали. Здорово, здорово. Ну и мы подошли к заключительной части, время нашего уже практически через цикла, осталось пару минут. Ну и какой выход мы можем сделать, можно еще следующий слайд. Поставленная тема, как данные, как фактор экономического развития, например, экономического уровня, мы сегодня говорили, что данные, с одной стороны, как новое нефть, с другой стороны, как топливо для системы искусственного интеллекта. Это как машина, не заправили, она либо стоит на месте, либо может в горке вниз. Но зачем мы катиться вниз, мы говорим про выход на качество нового уровня. Мы сегодня прозвучали ряд предположений и пульс, о том, что это, конечно, возможно, есть много препятствий, барьеров, которые преодолимы, в том числе мы можем рассматривать как возможность для преодоления, в том числе вопросы кадрового обеспечения, наличия таких ресурсов, наличия данных, потому что мы данные ставили во главе всего в данном случае, потому что без них никуда не появится. И сегодня хорошая аналогия была в том, что вода для фермера как вот данные для системы искусственного интеллекта. Эта система возможна, и мы предварительно договорились объединиться в рамках агрокатона, который запланирован на следующий год, но как минимум мы соберем данные в летний период. И большое спасибо вам за участие. Вместе у нас все получится. Спасибо.